всем привет так сегодня мы поговорим о такой проблеме как печка дует холодным или чуть еле теплым воздухом значит происходит это от того что мы сейчас не будем рассматривать проблемы неисправности самого отопителя я имею ввиду там моторчика какие-то проблемы там заслонки и так далее мы сегодня рассмотрим именно проблему воздушной пробки в системе охлаждения то есть откуда она берется тоже в принципе сейчас мы не будем об этом говорить там понятно вы меняли антифриз допустим литосол и случайно там у вас образовалась воздушная пробка после этого в основном и образовывается вот редко когда у вас там это все происходит из-за того что у вас появляется какая-то так сказать брешь в системе охлаждения вот и попадает туда воздух то есть опять же своя пробка но вы сразу это почувствуете во первых потому что у вас будет уходить охлаждающая жидкость если у вас появилась где-то течь то есть разгерметизация системы вот а во-вторых вы увидите что ваш автомобиль будет как-то странно прогреваться или прогреваться долго медленно в общем разные вариации этого всего могут быть вот но в основном основная прям сразу даже если автомобиль греется как грелся положено в основном в основном в общем скажем так воздушная пробка возникает в самом радиаторе печки большинстве случаев и когда вы включаете печку она начинает дуть у вас либо холодным воздухом вовсе либо начинает дуть у вас таким можно сказать чуть теплым воздухом это вызывает естественно у вас дискомфорт и негодование значит как с этим бороться можно поставить автомобиль там на горку как-то вот под каким-то там углом прогазовать побольше и морды кверху так сказать либо там прогревать ее до того момента пока откроется термостат вот скидывать снимать подводящие или отводящие шланги обогрева дроссельной заслонки вот и оттуда ждать пока пойдет жидкость вот но это очень опасно вот потому что можно очень хорошенько ошпариться обжечься элементарно поэтому таким способом я не пользуюсь и как бы ну не то чтобы не советую дело конечно вашего но дело ваше но я не советую я сейчас скажу способ который который на свой как так сказать страх христ пользуюсь именно я вот и меня как бы никого не призываю этим способом пользоваться но тем не менее хочу про него скоростейший способ так сказать не очень гигиеничный скажем так но вполне действие значит откручиваем пробку расширительного бачка берем какую-либо чистую тряпочку кладем сверху на горловину откручиваем подводящие или отводящий шланг обогрева дроссельной заслонки откручиваете его затыкаете например сначала штуцер пальцем вот или наоборот сначала шланг затыкаете и дуйте в бачок просто берете и дуйте через тряпку в бачок сначала у вас выйдет весь воздух то есть начнет так сказать бурление вот допустим если вы сначала закрыли шланг у вас и штуцера сначала выйдет весь воздух потом потечет уже пойдет охлаждающая жидкость закройте штуцер пальцем дунете в бачок и у вас должен выйти воздух а затем уже охлаждающая жидкость из шланга суть такова что вам нужно найти самую верхнюю точку где протекает охлаждающая жидкость самая верхняя точка это именно обогрев дроссельной заслонки потом закрываете обязательно пробку ставите штанги на место заводите автомобиль вот вы сразу почувствуете что воздух у вас пошел теплее гораздо можете проделать эту процедуру еще раз это занимает буквально там какие-то секунды вот и все после этого ваша печка будет дуть в принципе горячим воздухом как и должна она это делать если естественно у вас сама печка в рабочем состоянии и до этого у вас все с ней было прекрасно и хорошо допустим до того как у вас проблемы после замены антифриза после обрыва шланга и так далее и тому подобное и сейчас вот такой вот совет тем кто меняет антифриз пример чтобы изначально не допустить образование воздушной пробки в системе достаточно достаточно также когда вы заливаете расширительный бачок охлаждающую жидкость открутить подводящий или отводящий шланг дроссельной заслонки вы его откручиваете как и доливаете до тех пор пока оттуда не пойдет охлаждающая жидкость как только она пошла все вы закручиваете ставите то есть соответственно у вас система полная никакого воздуха там в принципе быть не может вот поэтому обратите внимание понятно что не всегда это получается то есть как-то в спешке обычно все это происходит и забывается про эти шланги все это заливается потом все это вытекает в такие проблемы с печкой так далее вот в основном это опять же проявляется если вы меняли антифриз летом как обычно это бывает в конце лета начала осени чтобы так сказать перед зимой вот и естественно вам сначала вы не понимаете хорошо ли у вас дует печка или нет если у вас опять же не проявляются какие-либо другие симптомы кроме печки всем спасибо за внимание всем пока